Здравствуйте, товарищи! Да, лишний вес в молодости – это причина как минимум 18 видов онкологии. И это научный факт, который изучен и доказан. Недавно у меня вышло видео про рак мозга, точнее глиобластому. Ну и про Анастасию Заворотню, поскольку она и умерла от глиобластома недавно. В этом видео я разобрал симптомы, причины, профилактику, то есть защиту и лечение. И сделал выводы, но из-за некоторых вопросов зрителей мне пришлось сделать вот это видео, которое вы сейчас смотрите, о еще одной причине уже многих видов рака. Первой причиной которых является неадекватное питание, а именно сахар, сладкое, быстрые углеводы и малоподвижный образ жизни, а в итоге лишний вес, то есть излишний жир, висцеральный и подкожный. Да, к такому доказательному выводу, на основании фактов, полученных в результате 30-летних и масштабных исследований полутора миллионов человек, пришли шведские ученые из Гетеборгского университета, которые изучили взаимосвязь между индексом массы тела, то есть излишней жировой частью массы тела, и риском развития онкологических заболеваний разных органов и тканей. Они исследовали почти полтора миллиона шведских мужчин. В выборке были мужчины и с низким, и с нормальным, и с избыточным индексом массы тела. Средний возраст участников на старте наблюдений за ними был 18 лет. 2,3% участников уже страдали начальной формой ожирения. Это когда индекс массы тела выше 30. За время наблюдения доля мужчин с ожирением возросла до 3,6%. Ну и у 78217 мужчин был диагностирован тот или иной вид рака. По результатам исследований ученые установили линейную связь, прямую зависимость между излишним весом у молодых мужчин и 16 видов рака. От самого распространенного к менее распространенному. Вот они на ваших экранах. Из всех видов рака у мужчин с высоким индексом массы тела риск появления злокачественных образований желудочно-кишечного тракта был выше, чем других форм рака в совокупности. Вот эти пункты выделены желтым цветом. Безусловно, есть много причин рака. И я давно уже сделал именно такое видео. Вот оно. Оставлю вам его по ссылке. Посмотрите потом непременно и поймете все причины, группы причин рака. Но ученые этим исследованием просто подтвердили и напомнили всем нам, как важно питаться правильно и быть активным, начиная уже с самого раннего возраста. А привычки, в том числе пищевые, формируются именно с детства, с семьи. В наши дни на нас с вами действует огромное количество вредных факторов воздействия. И я их все разобрал в своих видео по раку. Я оставлю вам ссылку на целый раздел, ну, плейлист, на моем YouTube-канале по онкологии. Посмотрите их. Но возникает вопрос, есть ли защита? Возможно ли профилактика? И вообще, возможно ли победить рак, у кого он уже есть? Да, это возможно. Посмотрите, что такое маркерный курс. Наука фунготерапия, которая изучает лечебные свойства высших бездельных грибов, это древняя наука, природа нам дала все со своего стола, чтобы и быть здоровым, но, а коли заболели, вылечиться, иначе не было бы самой жизни. Ну, вот как в природе живут животные, и, кстати, в дикой природе, раньше, когда не было химизации всего и вся вокруг, не болели раком никогда, в отличие от человека. Да и человек раньше, в прошлые века, раком болел редко. Было, но мало это исключения, колоссальные исключения. Так вот, посмотрите, что такое маркерный курс. Ссылка будет в самом верху, прям под видео. Первое. Он необходим всем людям для профилактики онкологии. Жаль только, что единицы это понимают и поймут. И потом, все люди могут устранить большую часть причин появления любого рака. Если, конечно, изменят свое питание и образ жизни. Если устранят дефициты питательных веществ. Вот что еще важно подчеркнуть про ожирение. Лишний вес, жировую, излишнюю ткань. Вот когда в семье все толстые, это не из-за мифического нарушения обмена веществ, не пойми откуда взявшегося. И не из-за любимой отговорки многих, вроде безысходности, мол, все от генетики. А всегда, запомните, всегда и только, любой излишний жир, только от неправильного, высококалорийного питания, питания быстрыми углеводами, перекусами. И только потом уже, как следствие, идет нарушение обмена веществ. Не надо путать причину, тем более первопричину, со следствиями. А люди любят это делать для утешения, для успокоения, для того, чтобы убедить себя, что это что-то неизбежное, и ничего с этим не поделать. И потакают тем самым своим вредным привычкам, пристрастиям и зависимостям. И ничего в жизни не меняют. Ну и, конечно, не добиваются никаких положительных результатов и идут семимильными шагами в пропасть к погибели. Пора бы очнуться, опомниться. И пора бы начать действовать вот прямо сейчас. Я кратко сейчас поясню по поводу сахара и других болезней, про эту связь. Слушайте. На сладкое, на быстрые углеводы резко поднимается сахар в крови. За ним сразу автоматически идет всплеск гормона поджелудочной железы инсулина, проводника глюкозы в клетку. Высокий инсулин при его постоянной выработке из-за перекусов, еды на ночь, сладкого в питании, перегружает и истощает поджелудочную железу. Постепенно она изнашивается и вырабатывает инсулина все меньше. А в клетках организма возникает инсулинорезистентность, то есть невосприимчивость к инсулину. Когда внутрь клетки инсулин-глюкозу провести уже не может, и в крови остается много сахара с инсулином. Так возникает постепенно диабет второго типа. А также воспаление сосудов, кишечника, а это приводит к атеросклерозу, тромбозу, варикозу, доброкачественным и злокачественным опухолям, слабости, к болям в воспаленных местах и прочим проблемам и ранней смерти. Я оставлю вам под этим видео ссылку на плейлист, в котором собраны все мои видео по сладкому сахару, инсулинорезистентности, вот по всей этой проблеме. Вам обязательно нужно разобраться самим, понять, а я вам помогу. Для чего? Чтобы разумно и верно, неотлагательно действовать, пока еще не поздно. Раньше, когда не было сахара вообще, когда сладкого, на земле люди, живущие в деревнях, в селах, а это 95% нашей страны, ну и когда-то, до всех людей мира, так вот, не ели никакого сахара, сладкого. Мед был дорогим продуктом и редкостью, единственное, что было сладким. А работали физически, ну не как сейчас, а каждый день, с утра до вечера. Так вот, толстых по деревням не было вообще, ну, кроме разве что некоторых приказчиков. И именно с появлением сахара люди стали толстеть, а болезни прибавилось. И они стали все молодеть, как и рак начал молодеть и множиться в обществе. Вспомните, что еще в начале прошлого века в шоу уродцев в цирках Шапито показывали, наряду с врожденными аномалиями, толстяков. А теперь эти шоу, так сказать, на улицах, на каждом шагу смотри не хочу даром. То есть, аномалии стали нормой. Да, сахар откладывается в жир. Если он не потратился на энергию и гликоген, то есть запас глюкозы в мышцах в виде животного крахмала, который называется гликоген, то излишний сахар, любая глюкоза, фруктоза переходит в жировую ткань. Ну, а сахар вообще приводит к развитию почти любого вида рака. Поэтому первым делом, дорогие товарищи, посмотрите мое видео сахар и рак. Почему об этом не говорят врачи? Вы все поймете сами, доказательно. Я ставлю ссылку на это видео отдельно, ну, для вашего удобства. Отдельно. Отправьте ссылку на это мое видео тем людям, кто пичкает детей, внуков своих, конфетами, пирожными, печеньями, пончиками, колой и другой газированной сладкой жидкостью. Вы знаете таких людей? Скажите, напишите, нет ли подобных друзей, детей среди ваших родных и близких, может быть, ваши бабушки, ведь они, как правило, любят до упаду пичкать детей и еще радоваться, как они толстеют. Скажите также, а эти ваши знакомые, если таковые имеются, вот кого я сейчас описал, имеют ли они сами излишний где-нибудь жир в виде складок, боков, одышки, в связи с этим связанной и так далее. Напишите под этим видео, пожалуйста, очень интересно будет провести подсчет. Не поленитесь, а вот эти любители пичкать детей вредными сладостями убивают своих детей и внуков, а любить их надо по-другому. Никакое отношение пичканья сладким к любви не имеют. Любить надо своим отношением, тратой большего времени, например, говорить о жизни, рассказывать историю рода, страны, бывать на природе, учить какому-то ремеслу, чему-то иному, полезному, хорошему. Да, псиллиум поможет вам есть меньше. Видео о нем у меня есть. Вечером, на ночь, принимайте гель сорбента, он очистит организм и снизит аппетит, выведет токсины из организма. Также он является пищей для наших полезных симбиотических кишечных бактерий. Важно перейти на интервальное питание. Посмотрите мое видео и про перекусы. Ну а перед каждым приемом пищи минут за 5-7, а также на ночь перед сном принимайте по одной столовой ложке натурального яблочного гостовского уксуса на одну треть стакана теплой воды, на ночь на стакан. И уже только это изменит пищеварение, улучшит его и уменьшит утром уровень сахара в крови при равных прочих факторах. Но учесть надо все факторы, убрать все вредные из своей жизни, добавить полезные. Мои видео помогут вам и причину понять, и понять, как надо действовать. Ссылки все необходимые я оставил вам под этим видео. Ссылку на натуральный яблочный уксус я тоже вам оставил под этим видео. Смотрите мои видео, о которых я говорил. Знаете, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Подпишитесь на мой данный канал, нажмите под ним на слово подписаться, вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть, мы вместе поможем наконец-то людям стать здоровыми и активными. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!